всем привет ребят давно просите новостей мы наконец-то смогли записать я правда до сих пор болею меня с голосом проблемы наверное скорее всего буду немного словен я еще раз хочу сказать спасибо всем кто меня встретил я просто первый день не смог поблагодарить то что я еле живой был вот-вот почти падал температурой болей до сих пор там еще не спал перелет немножечко переживал сами понимаете поэтому на следующий день там я поблагодарил всех и еще раз хочу поблагодарить ваша поддержка она не представляете насколько неоценимо не шучу и даже представляете пускай собралось ну вот 200 человек там собралось потом небольшое количество около серпуховского вала но ты тут прямо то что даже через интернет она шла это прям чувствовалось как-то все вот так вот прям отлично ну я собственно съездил его если вы не в курсе я дал эту подписку они разглашение то есть рассказывать что там было внутри кабинета я не могу то есть собственно чё там там рассказывать особо и нечего нас ребята сегодня видосик немножечко про другое здесь все нормально мне скорее всего надо будет еще пару раз просто слетать в москву этому делу там еще суд несут но это все мелочи смотрите какая ситуация когда на второй день мы сидели в гостинице я денис и наш один из адвокатов ярослав шемит ярослава позвонил официальный представитель тинькова как как он визиточка лежит о ребят вот у нас есть и визиточку сама дала вот как вы тут тиньков банк как вы смотрите тут по-русски тут по-английски прикольно визиточка значит тиньков банк вали валерия павлюкова заместитель председателя правления директор юридического департамента почему она позвонила ярославу представилась и назначила встречу собственно что ребят теперь мы вам эту сейчас встречу покажем а потом мы все это прокомментирую сразу ребята кстати можете смело качать видео ну чтобы оно у вас осталось на память да ребят видео очень так сказать очень очень захватывающе ребят смотрите до конца внимательно суп она может быть в начале будет нудновато но прям смотрите там вот обзоры вам покажутся и все остальные видео это все вот эти истории с обысками легкая разминка давай чё там что мы снимаем не снимаем я думаю за речный вот это вам это полная на мой взял на мучий хорошо паспорт на наши бумажки дачу может металлера посмотрит на видео это мы начнем чайку будет чешкинг это высота с 1 сервис до это неправильно так вам нужен паспорт мать лера можно бросить я чуть-чуть поднимем конечно это космос большая не очень интересует я его обверну смотрит я на каком на удостоверен я часть часть это оригинал от оригинал вы сказали станислава зовут да да саша молоко это вы на него смотрите доверенность он реально удостоверен потому что он удостоверял мои доверенности просто я бы я рад что он такая просто но его нету здесь но не одинаково да как вы понимаете доверенность а мы заберем так не знаю но мы очевидно официально но я паспорт дала я на сайте я просто сирийской точки я вопрос я скажу вам так нас о доверенности по тинькову все равно другую дадите доверенность если мы что-то будем договариваться потому что это мы будем договариваться не где-то в подполе что-то подписывать мы будем сейчас поговорим наши документы вам не нужны ну мы вас знаем вас любят короче говоря значит писать я могу ну что-то в записи конечно да мы как и вы хотели бы закрыть ситуацию собственно так чтобы мы исходим из того что вы хотите закрыть ситуацию иначе вы здесь не сидели если что меня поправляете закрыть ситуацию так чтобы как бы и вам лицо сохранить и чтобы наш шерф был удоволен потому что мы тратили на большую количество сил и времени ну и вообще как-то наши продели нам кажется что уже пора бы да ну и ситуация сейчас не закрылась чтобы зашла она далеко и как бы конца края не видно и никому это не хочет соответственно мы штормили штормили внутри и у нас есть предложение как собственно вот которое мы сейчас с вами хотим озвучить дальше мы можем обсудить в каких там конфигурациях для олега вообще почему его манула так сильно это исключительно из-за супруги то есть если бы все было ровно то же самое не было бы супруги вполне возможно значит все вот этой волны вообще не было бы ухода а поскольку вот эта тема с супругой была он дал команду как бы раскладывать просто юридическим кирпичиком все что происходит то есть я должна это сказать я понимаю в действительности хотя вы можете сейчас вот как бы типа улыбнуться на эту фразу тем не менее действительно так мы банк который торгуется на лондонской бирже у меня два образования включая лондонский эшлидж наш генеральный директор как бы это англичанин чувак с английским паспортом то есть мы не действуем методами бандитские методы на 90-х ну то есть это просто вообще отказать сразу же просто получилось так что мы раскладывая это все на юридические кирпичи попали собственно в видимо как я понимаю в волну когда нас поддерживает государство видимо под Володина который сейчас делает целый законопроект пакет законодательства вы почитайте такую информацию на тему того как бы зарегулировать блогеров то есть эта тема получилась весьма горячая и нас к счастью для нас к сожалению для вас и вообще для всей этой ситуации поддерживает большое количество маститых увесистых парней в виде Германа Кнеменко не важно что там как по разному можно к нему относиться это советник президента российского федерального и так короче я не так почему потому что эта тема она может длиться бесконечно потому что мы хороший катализатор вообще вся наша ситуация потому что это все развивалось потому что у каждого есть свой интерес то есть понятно дело у тех кто сейчас говорит за нас у них свой интерес как бы зарегулировать российский ютюб у нас свой интерес успокоить шеф у вас свой интерес как бы не поиметь кучу уголовных дел мы не мотивируем значит развитие этих уголовных дел они развиваются сами собой по той причине которую я сказала значит важно понимать еще я опять же хочу это озвучить потому что это действительно факт мы в рамках работы над этой ситуацией которая была поручена нам Олегом разобрали ролики немагии довольно многие по косточкам то есть там есть 282 экстремизм там есть оскорбление чувств верующих там есть бить чеченцев убери их из России там есть расстрелять Путина и так далее опять же 282 да там есть типа расстрелять Путина там есть кривита и так далее это все дофига даже если вы уберете эти ролики сейчас мы заверили их материально и сделали копии то есть я сижу на этом материале не даю ему вход просто потому что мне хочется реально эту тему завершить это обвинение публичное отозвать его будет нельзя в отличие от того что сейчас происходит по клевете с клеветом мы можем закончить хоть сегодня ну все вот эти ну на нях это зайдет то есть мы как мы можем это сделать если мы пустим в ход вот эту ядерную артиллерию это вообще не угроза это просто как бы ну то есть я вам рассказываю как и все это дела то будет сложнее соответственно вот мы вот с этим со всем ситом сдаваться как бы если не будет извинений перед супругой то есть вот как бы Олег точно не остановится для него это принципиально важно а что для него важно для него важно чтобы ролик был убран из сети чтобы были произведены секундочку я должен записать да конечно я сейчас повторю так извинения перед супругой второе что убрать ролик сети да вот по большому счету две вещи которые критически важны по большому счету конечно ему было бы очень здорово если бы например вы извинились еще перед ним и перед банком да но если например как бы вы выйдете вот с этим минимальным предложением я думаю что мы сможем условно мы попытаемся да я это не гарантирую это вот наше внутреннее ощущение со Стасом потому что мы работаем над этой ситуацией как бы очень много да и мы очень много общаемся с Олегом на эту тему и он как бы эмоционально говорит что как можно было жену там ну в общем его задело как парни из Кузбасса конкретно как бы вот эта вот тема причем при том что он сам из Кузбасса он понимает что парни из Кузбасса это такие ну нормальные жесткие парни да рабочий класс и так далее как он сам в принципе да но его очень обидела да вот эта ситуация что прошлись по супруге совершенно незаслуженно плюс прошлись по банку ну то есть вот там надо понимать все таки что Олег Диньков это Олег Диньков Диньков банк это Диньков банк это разные вещи мы понимаем владелец да да супруга Олега это просто женщина которая родилами про их детей как бы не публичное лицо вот такая вот такая история вот соответственно как бы в качестве грубо говоря как мы могли бы это все провернуть мы могли бы предложить значит адвоката гаранта то есть подписать подготовить бумаги согласовать их с вами да значит понятие что делаете вы что делаете ну как это все происходит это очень integrity это публичные государственные деятели уважаемые государства человек все будет без записи в серию он просто делал что такие вещи он делал там российского шоу-бизнеса башенка есть и это политиков и так далее Мы просто на его площадке встречаемся, все все проверяем, подписываем юридические вопросы и делаем вот это. Конечно, речь и о том, чтобы Олег полетел в Кемерово, это просто смешно, ребята, понимаешь, что это танк. То есть, правда, мы тут все вместе взяты. Он человек, что ли? Он человек, ну, как бы, при всем уже не мы 50, то есть ребята молодые, он считает, что, правда, на его стороне, потому что обидели его жену. То есть он считает, что это справедливо, как справедливо требование. Смотрите, по поводу, да, вот, собственно говоря, лететь-то никто никуда не будет, но есть дополнительный вариант. По поводу площадки? Да? Ну, Олег сейчас что сказал? Будет, он хочет, не хочет. Давайте мы это озвучим, но мы не уверены, согласиться на это или нет, потому что, как бы, он не уверен, так. Ну, опять же, скорее всего, мы смогли бы эту тему, если мы сейчас войдем в нормальный диалог, то мы можем, я так думаю, его уговорить. Ну, поговорить, по крайней мере. Короче, он сказал, что он понимает благосферу, поскольку он сам блогер, как бы, и он понимает, что ребятам важно сохранить лицо, да, и он предлагал такой вариант, как, например, встретиться на нейтральной площадке, например, у Минаева. Да, но он готов встречаться, только если будет удален ролик и будет извинение перед его женой. В любой форме, кстати, не надо записывать ролик, то есть можно вот сделать а-ля Хованский, потому что, ну, Хованский сделал хорошо. То есть он, как бы, остался предоставлено, его даже в сети-то особо, ну, по меньшей мере, то, что я читала и видела, они зафигачили, как бы, ничем. Ага. Хотя так, во всякий случай, мы дверь ему не ломали. Ну, то есть, вот так, между нами и девочками. То есть это было его решение, потому что он, как бы, понял, что это все идет. Короче, значит, например, у Минаева встречается Олег лично в моем успешном присутствии, если мы об этом договоримся, вместе с парнями из Немаги, и они там разбираются. То есть даже если это идет передача под запись, как бы, это не прямой эфир. В принципе, если они скажут, что Олег там Василий посчитает, то, как бы, да, если с супругой перебрали в Сорян, типа, ну, то есть я не знаю, как они из этого выйдут, но, грубо говоря, не нужно там ползать на коленях слова и вымаливать прощения, однозначно нет. То есть нужно хорошо, не в издевательской манере, извиниться перед женой, да, а дальше они могут, например, побатуться у Минаева. Ну, это вот просто, как такой вариант. То есть они смогут высказать свою точку зрения. Может быть, большое количество просмотров этого ролика. Хайпануть на этом, конечно. Хайпануть, да? Да. Устранить лицо, кстати говоря, что... Хорошо, я вас понял. Просто как вариант. Просто как вариант. Но опять же, это надо вот себе пометить, что это еще не за разряда, что мы можем это с ним обсуждать. Я понял. Как вариант, дата, которую мы обсуждали, и с Минаевым, и с Олегом, это 25-й вечер, да. 25-й сентября. Вечер, да? Да. То есть классная, крутая передача, программа. Это его вот эти анчоусы и маргаритки. Анчоусы и маргаритки. Я не все знаю. Я теперь знаю гораздо больше, чем знал два месяца назад. Коллега-дирист. Поверьте, я тоже, знаете. Да, да, да. Слышал, но... Ну, хорошо. Понятно ваше предложение. Вот, собственно говоря, они все вменяемые, неадекватные. Еще раз я продублирую, да, что сказал Валерия, мы хотим этот вопрос максимально быстро закрыть. Да. Ну, потому что это никому не надо права. Ну, совсем никому. Ясно, ваши предложения понятные в целом. Они все честные, открытые и понятные. Да. На данный момент, как бы, как я уже и говорил в районном суде центральном, что, в принципе, одно из условий, которое было мне сформулировано, это приезд Олега Юрьевича в компас. Увы и ах. Ну, я же должен сказать, что у меня есть на данный момент. Эти условия мы не обсуждали, поэтому можете пока ему это не передавать. Просто для себя, как бы, та позиция, какая есть. Поэтому в другом варианте, по сути говоря, это соглашение, которое вы предлагаете, оно, наверное, не может быть, вот пока на данный момент. Вот так. Я думаю, что я обсужу это с доверителями. Если вдруг будет какое-то понимание с их стороны и согласие, то тогда, возможно, мы созвонимся и обсудим этот вопрос. Ну, я думаю, что в ближайшие несколько дней, я думаю, нам нужно всем немножко подумать. И тогда уже где-то на следующей неделе, давайте уже приступим к этому вопросу. Хорошо? Двадцать год это понедельник на следующей неделе. Понедельник, да. Мне бы, конечно, думал, что было бы здорово, если бы вы сегодня подумали. Я думаю, что вы вернёмся в Москву, ой, из Москвы домой, к Кемерову. Да, давайте так сделаем. Мы обсудим тогда. Давайте я вам позвоню, как только что это будет понятно. По всем вашим условиям всё ясно. Основные вот эти два условия и всё. И, в принципе, мир на вечный мир. В рамках этого баттла, ну, допустим, я не знаю, про это ничего не слышал от них. Нет, вообще, извините, вот это был просто идеальный вариант. Если они это делают, мы всё отзываем, как бы, это нужно сделать. Всё удаляем, всё закрывается и всё. Хорошо. То есть человек может искать публично, если это будет просто гарантия для вас, либо мы можем подписать юридические бумаги. Ну, я думаю, что, да, в связи с этим вариантом мы обсудим. Если вдруг к этому варианту придёт. Относительно ситуации по Уминаеву, вам нужно бы тоже понять, что он разрешит им, условно говоря, или не разрешит. Это хороший вопрос, чтобы не было новых тогда исков. Опять же говорю, это в привязке к мировому соглашению. Потому что на данный момент об этом речи не идёт. На мировом соглашении, чтобы вы понимали... А мы не хотим мировое как мировое подписывать. То есть это будет некое понятие. Мы мировое в суде. Мы просто отзываем иски. Я понимаю, что вы отзываете просто иски. Да. То есть это будет некая джентльменская бумага, которую, продумайте, в каком виде вы хотите. Скажите, публичная больше, чем в законодательном плане. Потому что она была публичная? Нет, нет, нет. Она по сути какой-то. Она сейфовый договор джентльменский. Да. Но понятно, что у нас у каждого будет копия, если кто-то нарушит слот. Ну, короче. То есть её можно будет привлечь, но то есть её надо будет поговорить. Ну, всё хорошо. Мы вас помнили. Вопрос есть? Да. Всё понятно? Ну, тогда всё. Спасибо большое. Да. Было приятно. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Да. Спасибо. Если что, связывайтесь со мной, со Стасом, любые другие лица, которые там приходят и представляются кем-то. Так, дайте ваш визит. Давай, смотрите. Я сразу уточню, ребят, то, что на записи голос именно Валерии Павлюковой, заместитель председателя управления, директора юридического департамента, у нас есть все доказательства, есть паспортные данные, есть доверенность, собственно, которая там упоминается в этой аудиозаписи. И, собственно, наши адвокаты сказали… Ну, и свидетели наши. Да. Ну, есть всё, ребят, есть всё. И наши адвокаты сказали, что, так сказать, запустить это дело, сделать так, чтобы Валерия понесла заслуженное наказание, достаточно просто. А это, чтобы вы понимали, 163-я статья, и там серьёзные сроки могут служить. То есть, это наша клевета, вот это 128-я, ребят, это прямо ерунда. Там реальные сроки, и человек может реально сесть. Что делать с этим человечком, мы ещё подумаем, но просьба к вам, пожалуйста, не ищите, не пишите, не угрожайте этому человеку. Пожалуйста. Не надо этого ничего делать. Исключительно в правовом поле мы будем работать. Ну, так давай по видосику. По видосику она в первую очередь, когда, ну, начинает пугать уголовными делами, опять же, по поводу пугания, моё мнение, она упоминает Володина. Так-то то, что она Володину упоминает, это она, считай, нас и Государственной Думой пугает. Он председатель Государственной Думы. Председатель Государственной Думы? Да. Ребят, представляете, председатель Государственной Думы, по словам Валерии Павлюковой, это такой неофициальный сотрудник, скажем так, Тинькофф Банка. Ну, опять же, это наше оценочное осуждение, вы сами аудиозапись слышали, делаете свои выводы. Дальше кого она упоминает? Дальше она упоминает советника президента по интернету, я так понимаю, Германа Клименко. То есть, представляете, советник президента, нашего с вами президента, ребят, который у нас уже давным-давно, это тоже, так скажем, неофициальный сотрудник Тинькофф Банка. Опять же, по словам вот этой вот Валерии Павлюковой. Понимаете, какое дело? То есть, когда вот за Валерией приедут, даже не как ко мне, а вот как к Давидычу, то, ребят, начнутся вопросы. Вы вообще на каком основании вот этих вот двух граждан упоминали и какое отношение они имеют к Тинькофф Банку? То есть, понимаете, вообще масштаб трагедии и зачем Олег это делает? А это делает Олег, потому что есть доверенность официально с его подписью. И это Валерия говорит, произносит слова Тинькоффа. Поскольку мы разговаривали с Тинькоффом, это официальный представитель. Ну, дальше излюбленная ситуация начинает чеченцами пугать. Якобы где-то в наших видео нашли, что мы говорим, бей чеченцев, убери их из России. Вот это вообще прям… Вот так мы вообще отморозиться не могли. Я думаю, если бы мы отморозились, нас бы уже давно попросили извиниться. И смотрите еще какая ситуация. Она говорила про… по поводу что-то… как-то она сказала расстрелять Путина или что-то такое сказала, я сейчас дословно не помню. Что-то подобное, если вы помните, у нас было в обзоре на Пескова. И по этому поводу приходил… Человек с отдела ЭП по борьбе с экстремизмом. Да, да, да. Пожал Берусском надзоре и он сам сказал, если есть отдельное видео, я все это видео просмотрел, я ничего такого не нашел, мне нужна от вас объяснительная. Я знаю, я знаю, но не понимаешь, мне пришла бумага из Роскомнадзора. То есть этот человек, который… у него там фамилия даже, я даже не выбрал. Ну то есть это какой-то там фейк, понимаешь, он написал просто на сайт Роскомнадзора Кемеровской области, что якобы вот такие-то, такие-то люди распространяют, короче, я давно слежу типа за их каналом там в интернете, канал на Ютубе не магия. И вот, типа ребята там такие вот типа хорошие, красивые, занимаются распространением антиправительственных материалов. Я пересмотрел все ваши ролики. Что там антиправительственного кто увидел, я сам не понимаю. Во-первых, да. Он, короче, выписал ролик. Знаешь какой? Там в эпидемионе юмор стоит. Да, это понятно. Там даже сделана оговорка такая, что в середине ролика идет, что данные имена вымышлены, все совпадения случайны. Все, все замечательно. Вообще никаких претензий нет. Смотрите, какая ситуация. То есть, тогда, когда мы выпустили этот ролик, ребята ничего не нашли, а сейчас Тинькофф от имени вот этой Валерии заявляет, что там что-то найдут, ребята. То есть, смотрите, когда просто проверили, ничего не найдут, а когда Олежа попросит, то там что-то найдут. Опять же, не мои слова, слова вот Валерии. То есть, как я их понимаю? Давай. Давай прокомментируем про супругу, а то что-то я смотрю, очень серьезно за это взялись. Смотрите, вот я хочу вам рассказать. Это очень удобная позиция прикрываться своими родственниками. В эту позицию встал Василий в тот раз. И, ну, вы просто же не знаете все наши переговоры с Васей. Тогда мы пошли ему на уступки и извинились перед его мамой. А по сути-то мы маму вообще никак не затрагивали. Потому что кто-то хороший комментарий у нас под видосом оставил. Мамки и все остальные люди в обзоре у нас это кто угодно. Алчность и другие пороки, но не сами родственники. И Олежа, видимо, долго думал, за что зацепиться. И он зацепился за свою супругу. Но если вы пересмотрите обзор, мы его супруги вообще никак не касались. И госпожа Валерия заявляет, что она не публичная. Хотя сам Тинькофф, есть в интернете много фотографий. С его женой. И он сам, вы видели в интервью Собчак, много раз о ней упоминал. То есть, она личность публичная. Потому что он ее сам вывалил в эту публичность. Пересмотрите, пожалуйста. Пожалуйста. Пересмотрите обзор. Тот кусок, что мы сказали про супругу Олега Тинькова. И, ребят, где здесь что? Вы сами поймете. Давай дальше. Опять же, хотелось бы сказать. Вот Олег говорит в своем видео на своей странице ВКонтакте, что бы делал я, если бы мою супругу оскорбили. Мою супругу в интернете оскорбляли не раз. И, поверь мне, те оскорбления, они были реальные, а не какие-то безобидные шутки, которые к жене твоей никак не относились. Причем, если на то пошло, ты же первый начал говорить о том, что блогеры мамку продадут. А это не оскорбление мамок. Я вот, например, свою мамку не продал, а ты передо мной так не извинился. Ты же первый это начал. Что там дальше? Простой парень из Кузбасса, Олег, оказывается, у нас. Да, ребят, если вы не в курсе, у него есть книжечка. Я такой же, как все она называется. То есть, уже можно сделать выводы, что человек себя как-то ассоциирует немножечко по-другому. То есть, как можно такое в голову прийти, что я такой же, как все. То есть, тебе приходила в голову мысль, Олег, что ты как-то от кого-то отличаешься? Ребят, а чтобы вы понимали, сейчас вспомню и процитировать угрозы, именно как они звучали в наш адрес. Вы же понимаете, что миллиардер может то, чего вы не можете. И еще, по-моему, это приходило нам уже сообщение. Или по телефону, извините, много угроз. Каждый день они поступают. Поэтому я не запоминаю, что откуда. У нас безграничные возможности, да? Или как там было? Да, наш ресурс не ограничен. Наш ресурс не ограничен. Ребят, это все происходило, ну, как бы, я не знаю точно, но говорилось так, что все это по телефону нам заявляли неизвестные люди, что все это от имени Тинькова происходит. А я напоминаю, что у него есть книга «Я такой же, как все». И он простой парень из Кузбасса. Про Минаева. А, ребят, да, вот было предложено встретиться на площадке Минаева, но сейчас где? Сейчас мы вам прочитаем то, что сказал его… В программе «Анчоус». А у Минаева есть кореш, я так понимаю, с которым он ведет эту программу на двоих. И этот кореш его, некто Красовский, в своем фейсбуке в отношении нас высказался… Ну, сейчас я расскажу, как высказался. То есть, мы должны к этим людям на передачу идти, которые еще не будут в прямом эфире, естественно. Что значит писал этот Антон Красовский? Ну, начнем. Мне тут Сергей Минаев недавно прислал ссылку на двух каких-то совсем тупых уебанов из Кемерово. Не магия или что-то в этом духе? Вот, говорит, гляди, какие смешные дети. Может, их позовем в «Анчоусы»? Я говорю, слушай, ну это прям совсем тупо, это как звать команду КВН Карагандинского строительного техникума. Тут же еще и строительному техникуку Карагандинскому почему-то досталось. Действительно, за что? От Красовского. На то мы расстались, а я зачем-то полез рыться в их творчестве. Думаю, мало ли. Я часто вообще спизну сперва, а потом жалею. Оказалось, что это такие странные парни, которые уже не знают, почему заказу мочат разных чуваков. Сперва обсирали басту, потом Лизу Пескову, теперь вот взялись за Тинькова. Он сам про это пишет, я вообще Тинькова как-то не очень, но, блядь, Кимеровская ПТУ против Олега, дамы и господа, что это? Почему? Кто заказывает Тинькова и не начало ли это большой кампании? Ну и так далее, и в том роде, вот сейчас сообщение на экране. Там сами почитайте. То есть, ребят, опять же, можно сделать выводы из этого, что Минаев это очередной неофициальный сотрудник Тиньков банка или очень неплохой кореш Тинькова. Поэтому, поэтому, исключительно поэтому нас и позвали на Коминаеву на поклон. На поклон. На Коминаеву на поклон, да. Ну, давай дальше, короче. Дальше. Дальше что интересно? Так. Ну, перебор, сорян. А, ну, должны мы там на этой передаче сказать, что перебор, сорян, что сделать это желательно до 25 сентября. Иначе, вот вы сами послушали, запустятся все уголовные дела. Иначе, советник президента и кто там, председатель Государственной Думы, поможет Валерии Павлюковой, это наше оценочное суждение. А точнее, помогут господину Тинькову разобраться с двумя кемеровскими… ПТУшниками. ПТУшниками. Вот, наконец. Справедливость восторжествует в этой стране. Ну, опять же, да, это наше оценочное суждение, выводы, которые мы сделали из аудиозаписи. Аудиозаписи. Ни в коем случае ни на какую истину не претендуем. Не надо тут это нас слушать. Смотрим, смотрим. Не переключаемся, ребят. Это еще не все. Вот. На следующий день после вот этого разговора Валерии с нашими адвокатами было написано следующее сообщение с верифицированного аккаунта под названием Олег Тиньков. Аккаунт верифицирован, Олег Тиньков, ничего более говорить не будем. Кто скрывается за этим аккаунтом, неизвестно. Ну, галочка есть, поэтому… Сообщение. Екатерина, как мать и женщина вы должны понимать, что ваш муж оскорбил беззащитную и непубличную женщину. Если он сибиряк и мужчина, он обязан извиниться. Поставьте себя на ее место. Если он сильный, он должен осознать ошибку и исправить. Клевета на банк, меня и мои оскорбления я могу понять. Но не нападки на женщину, мать моих троих детей. Тут спуска не будет. Там все еще только начинается. Юристы говорят, там еще несколько составов уголовных преступлений в роликах. У вас плохи дела. Валерия, наш юрист, с вами на связи. Решайте все с ней. Пока. Я готов закрыть вопрос, и это мое последнее к вам обращение. Спасибо. Катя с ним вступила в переписку, отправив сообщение. Вы оскорбили мать Михаила и матерей всех блогеров. Тоже не публичных и беззащитных. Прямым текстом в вашем случае. Вы будете извиняться? Талантливо, но не нужно подменять понятия. Они взяли заказ, знали на что идут, не рассчитали силы. Пора выходить из ситуации, я благодушно даю шанс. Какой заказ? Какая подмена понятий? То есть, богатому Олегу Тинькову можно называть меня тем человеком, который продаст свою мамку? Они все блогеры, блять. За бабки маму родную продадут. Потом сказки рассказывают в интервью мне. Давайте не менять понятия. Это оскорбление. Оскорбление мамы, оскорбление жены, оскорбление детей и так далее. Это никак не зависит от того, кто там бедный, а кто богатый. Это всего лишь оскорбление. Не нужно подменять вот этими пролетарскими своими, так сказать, понятиями. Бедный, богатый, олигарх. Это не олигарх. Это оскорбление человека. Пошутить очень тонко про то, что он свою женщину десять раз упомянул в интервью у Собчак, можно сказать, в СУИ, и светил ее везде, делая с ней фотографии. Это нельзя. Вот богатые у нас на это право имеют. Миллиардеры, в частности. Велосипедисты. Велосипедисты. Они взяли заказ. Заказ докажи. Знали, на что идут, не рассчитали силы. Это не ваша война. После ролика, где ваш муж предлагает расстрелять Путина, в эфирах ТВ дело уже будет не от меня зависеть. И я ничего отозвать не смогу. Думайте быстро. Валерия на связи. Мне очень жаль, что мои земляки так меня подставили. Кстати, сегодня администрация выступит с моей поддержкой. Какая администрация? А догадайтесь сами из разговора, который был с Валерием, наших адвокатов. Какая администрация с поддержкой Олежи выступит? Ребят, ну какая-то администрация, в общем, выступит с поддержкой Олежа. Хотя он заявлял, что он не с одним губернатором. Вот там у него есть запись. Я не имел ни одного государственного контракта. Не встретил ни одного губернатора в своей жизни, так сказать. Не занимался никаким бизнесом. Вот. И поэтому это клевета, что те люди говорят. И ни с кем там ни во что не вступал. Ни одной копейки не украл. Но ребят почему-то советники, председатели Госдумы и какие-то администрации, они все почему-то за него вступаются. Хотя он ни с кем не… Чтобы двух ПТУшников уже нагнуть в этом Кемерово как следует. Что, ребят, происходит? Мы вообще в шоке. Поэтому… Ну, сами делайте выводы. А я еще раз ребят поблагодарю, потому что… Спасибо, кстати, за вашу материальную поддержку. Ох, вот это… Это нам сейчас нужно. Мы не можем так или иначе работать сейчас в плане того, чтобы делать рекламу и так далее. Поэтому она нам будет немаловажна. Сами понимаете, так сказать, от такой немаленькой компании в Москву слетать, там пожить, туда-сюда. А адвокаты, адвокаты тоже, ребят, если вы не в курсе, стоит денег и стоит денег приличных. Ну, вот так. Просьба. Ну и, ребят, если у вас есть возможность, отправьте, пожалуйста, этот видосик к друзьям, к каким-то лицам в той же администрации. Пускай они посмотрят. Будет интересно. Скоро посмотрим, что будет с двумя кемеровскими ПТУшниками. Да, ребят, скоро… Ну, видите, как… Ну, угрозы постоянно идут. Это вот прям самая такая прикольная угроза была. Поэтому мы рассказываем. Ну, потому что… Тем более… Потому что следующий, я думаю, наверное, будет Дональд Трамп. Что Дональд Трамп? Ну, Трампом будут угрожать. А, Трампом будут угрожать? Да. Ребят, меня просто дознаватель попросил там, если будут какие-то угрозы, то ей сообщать. Поэтому… Ну, вот сообщаю в качестве видоса. Все. До свидания. До свидания. До свидания. П feetities. Счастливо масс growing, пар Что да? Я считаю, что кстати не kriegen ловки. Укрываю костынию. Они плating дちゃんบ Freudatos, чтобы не ездить онлетคร.